мы идем за елкой это вот мы я забыла маску поэтому придется сейчас опять вот так вот прятаться ты маску не забыл правильно детям до 11 маски не нужно а вот и елки по 1250 пишите в комментариях хорошо хорошо мне нравится ребята пишите коментарии сколько будет 32 плюс 32 нет монетка вам говорит без ура делась елочка Вот такая вот у нас красавица. И это сюжет до и после. Вот это Аня такую делала звезду в школе, это я сегодня закончила сапожки, мехом их видите как красиво отделала. Тут у нас ёлочки, дальше шапочки, вот так нас встречает дом. Когда мы заходим, сразу видно, календарик, который я сделала здесь на 2020, и это рисовала пальцами, типа это Санта, а вот это вот олени. И после. Вот это мне подарили в школе. Артем. А здесь написано Артом. А вот это что значит? Подарочек. А, окей. Ну давай, посмотрим, что там написано. Я сейчас буду маленькие открывать. Я так всегда делаю. Не так жалко. Там какой-то король и дедушка их. Ну какая прелесть. Ух ты, картинку покажем. Да, вот. Стар Оу Ванда. Что здесь? Что А? Мерри Крисмэн. Хэмби. Не я. Фон Эмили. Всё. Ааа, нет, там другая. Опять испугинка не открыта. Все рвём в пух и прах, да? Мерри Крисмэн. Мерри Крисмэн. Людмэн. Людмэн. Артем. Ант. Хэппинь Юлиэн. Фон Лили. Фон Лили. Лили и Эмили подарили тебе. Угу. Класс. Мне в школе подарили три открытки. И все с буквой дабл Н. Я счастливый человек. Я начну с самой маленькой открыточки. Ууууу. Пингвинчик. До Анны. Мэри Крисмэс. Хоп ю. Крисмэс. Из файлы тву фран. Кром Амбер. дальше следующая открытка red red robin боббоббоббин то она хэппи крисмас комчайз это моя соседка папа джейсика ооо это лама фа ла 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 ма то она хэппи крисмас фон джулия такие у меня открытки не больше всего я вам сейчас все покажу я вам сейчас все покажу идемте идемте пришло к нам письмо адрес наш а имя не наше бывшего жителя давайте ну так как письмо открыто то мы уже думаю можем открыть там еще что-то оооо голова я вот так это прям как будто бы наш украинский вариант А давайте это просто поставим в такой стакан, типа это кандибар. Ой, как красиво. А этим я хочу что-нибудь украсить. Да что украсить? Ёлку, давайте яички наденем. Давайте откроем, примерим. Что там? Ой, а тут ещё игрушечка. Ой, Артём, смотри, какая деревяшечка. Такая же, как у тебя. Дальше. А, это карандашик. Это карандашик такой, но он нужен. Это, наверное, у Лауры, бывшего жильца, ребёнок, да? А это что за фигурка? Ой, а что? Это какое-то молоко, шоколад. Горячий шоколад. И конфетку туда положить. Ой, смотрите, какая штучка. О, мне это на ребёнок. А это что? Это карамель. Шоколад. Так, смотрите, что... Очки примерь. Артём, примерь очки. Окей. Я хочу ещё кое-что сделать с этим леденцом. Что? Берём, берём. Обыкновенная ёлка. Обыкновенный леденец. Ага. Всё, теперь это необыкновенная ёлка. Леденцом. Неожиданно и приятно. Надеюсь, за этими подарками никто не придёт. Что? Обычная вафелька. Вы знаете, что это самый вредный продукт? Смотрите, это лицо, которое ест вафельку один раз в год. А я в садике ела вафли. Там четыре было штучки. Вам давали вафли? Да, в садике. Это кошмар. У нас финальная подготовка открыток, конвертов, конфет, списки. И вот такие вот, решили мы ещё вкладывать в конвертик, такие вот фунты шоколадные. Всё оказалось сложнее, чем мы думали. Очень трудоёмко. Я пишу Happy Christmas, а дети пишут имена. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну что, всё готово. 65 открыток. Ну мы крутые, правда? Я выдохся. Иди спать. Вот эта, кстати, открытка идёт на конкурс. Супермаркет, на который мы ходим, он как бы неофициально является спонсором нашей школы. То какие-то конфеты приносят, то ещё что-то. Азда супермаркет. И вот, нужно было сделать открытку. Аня сделала. Открой, покажи. Хорошо. Ну вот такое вот оленюшко сделаю. И опа! Ёлочка расправляет. Тут печенёшка такая. А, прячечный человечек. Дальше Санта. Здесь снеговик и эльф. Артём тоже такое должен сделать, но пока не сделал. То есть, пока мама не сделала. От Артёмки такая открытка. От Азды в школу. У него с оленем. Здесь мы придумали такие пуговки в форме ёлочки зелёной. Этих пуговиц у меня очень много. А с этой стороны, чтобы украсить нитки и спрятать их, повесили сушиться. Атрибуты Санты. Ну или Деда Мороза. В школе мне дали подписать вот такие вот разрешения на Аню. И на Артёма. Разрешение на фотографию, публикацию фотографий и видео. Как вы думаете, зачем? Затем, что Аня и Артём выиграли в конкурсе открыток. Та-да-да-да-да-да! И меня говорят. А-ма! А-а-а-а! Она, кстати, пришла с ведром шоколадных таких штучек. А-а-а, круто! Их много было. Заглядывай в свой носочек. Сегодня же Николай приходил. М-м-м, то его там, где повыше, то мой. Ха-ха-ха-ха-ха! Мои дед. Да ну я сейчас положу. Ой, да там что-то... А-а-а! Ой, а что здесь? From Anna. Йодота. По шкале от одного до десяти. Десять. Я тебя люблю. Десять тысяч. Сколько будет... Сердце с клееным супер-клеем. Ты их это поделишь? Не, у меня есть. Ой, сердечко и стрелочка равно. Сердечко со стрелочкой. I love you! И красота-то какая! Ой, пропустила. Нет, не пропустила. How are you, good? Здесь надо сердечко, которое я спрашиваю. То есть, как ты, например, good сердечко закусил? Я так и сделаю сейчас. Спасибо достаточно. Это подарок? Это подарок? Да, это по работе пристали, сказали... Так, пришел очередной подарок с работы. То нам отправили выпить, а теперь закусить, наверное. Коробка в коробке. Ой, как красиво! Снова выпить. И, по-моему, закусить. Интересно, что здесь? Она! Ой, блокнотик, еще один. Очередная блокнотик. Блокноты. Это разные открытки. Что это? Свечка такая. Я люблю свечки. Это разукрашка! Пахнет! Это лабиринтки разукрашка. А, это, мол, если у тебя стресс, то ты можешь... Вот, карандаш. Ой, карандаши, дети. Вот это вам повезло. А дайте мне это все. Вот это, вот это. А что это? Мусор, мусор. Какая коробочка! А коробочку можно мне? Ну, нет, это моя коробочка. Бутылочку можно тебе. Артем, а ты хочешь вот эту коробочку? Да, 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 да. И вот эту тоже коробочку мне. Нет! Так, кому это все? Папа, мне кажется, это тебе. Так. Блокнотики с карандашами. Будете построить все разрисовывать? Нет, разрисовки это хочешь, это тебе, Аня. Я тоже хочу разрисовки вообще. У меня, папа, там полно бутылочек. Я профессионал по лиринкам. Бося, от ботеги пришло к нам просека. Так, а это ботега... Что это за ботега? Ботега винета? Ботега голд. А это термос такой. Да, термос. Его надо в поход брать. Крутая штука. Крутая штука. Так, термос понятен, свечечку... Ух ты какая, слушайте, вот эта вот коробочка, не выбрасывайте. Смотри, какая. А это кому? Маме, да? Свечечка мне, да. А это кто там? Ой, как приятно! Так неожиданно и приятно! То есть, прицепил брелок этот на ключи, если они куда-то потерялись, ты можешь по телефону отследить, где они. Да? Да. Например, кто-то у тебя их украл, ты выслеживаешь, где он, и все. Возвращаешь себе ключи. Типа GPS-маячок? Да, маячок. Да, так можно за детьми... Какая скукотища? А что это за штука? Приключаешь на ключи, и ты должен типа... В прошлом году я тоже на эти яблоки смотрела, но они были все гнилые. В этом году... Ну, вот видите, едят какие-то муравьи, или кто их тут ест. Но это на земле они. Интересно, если на дереве. А, на дереве тоже вяжу, видите, отгрызанное. Вот так хочется сорвать и попробовать. Ну, вот как это сделать, я не достану. Так, я тут палку нашла. Тут вот еще одна яблоня. Это яблоки другие. Ай, ну погрызу на ней не достану. Ладно, пошли к тому яблоню. Кто яблоня? Господи, сигнализация. Надеюсь, это не про меня. Типа яблоки решила сукрасть. Тетка. Давай. Помоги мне, яблочко. Я хочу попробовать. О, одно какое-то упало, да? Нет, нет, оно куда червивое. Вот оно. Оно тоже. Еще одно. Еще одно упало. О, они все подсоканные, смотрите. Мы их обрежем, попробуем. Я не буду есть. А я буду. Так, яблоки я порезала. Они сразу, смотрите, стали темнеть буквально сразу же. Какие они на вкус вкусные. Такое впечатление, что они не из Украины. Причем не такие, которые в магазине покупаешь, а такие, которые вот так вот где-то там на дереве смог ухватить. Причем не из Киева, а из Черкассы. И они по вкусу похожи на белый налив. Или есть еще такое яблоко. Оно, по-моему, зимой продается тоже такое желтое. Я не помню, как он называется. Напишу этот сорт на экране. В общем, вкуснотища. Кто бы мог подумать, что мы будем ездить в таких намордниках. Это кошачье кафе. Смотрите, куча кошек. Они здесь играют. Масики такие. Называется Китти Кафе. Там какой-то, видимо, кафе на втором этаже. Сегодня 24 число. Сочельник. И мы приехали посмотреть на елочку. Красивая, большая. Понятно, что искусственная. Ну, какая есть. Как-то я не могу сказать, что ощущается рождественское настроение. Но вот эта картинка вас должна повеселить. Санта, который показывает. Ну, вы поняли, что он показывает. Вот эта центральная елочка, которая уличная, выглядит вот так. Но она еще не светится, потому что еще солнышко не село. Здание вот это красиво. Но еще падает так солнце. Не видно, как оно уже светится. А за углом в прошлом году было колесо обозрения. Давайте узнаем, есть ли в этом году. Зеленый свет нам дали. А колеса нету. И рождественской ярмарки тоже нету. Далее мы проходили мимо галереи. Я увидела вот эту статую. И потом, когда уже вернулась домой, при монтаже поняла, что на самом деле сейчас проходит выставка. Но, к сожалению, нам на нее попасть не удастся, потому что она закрыта в связи с текущей ситуацией. Но это художница из Германии, которая представляет свои работы. Основная масса ее работы – это изображение тела в бронзе, в керамике. Она работает с деревом. Было бы интересно посмотреть. Я вообще люблю всякие такие выставки. Но, к сожалению, не судьба. Также у нее там и картины, еще какие-то, не знаю, скульптуры разные. В общем, жаль, очень жаль. Но хотя бы можно вот полистать фотографии. Данная статуя полностью сделана из бронзы. Она находится на улице, установлена на улице. В свободном доступе к ней можно подойти. И, честно признаюсь, вот лично я красоты в этом не вижу. Я не понимаю, что здесь такого. Может, нужно постоять, посмотреть и подумать. Что видите вы, вам красиво. Напишите в комментариях свои мысли. Мне будет интересно почитать. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok